Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о моих новых видео. Это же видео создано в помощь новичкам в игре Old World, тем, кого игра заинтересовала, но отпугивает нагромождение интерфейса, возможностей и отсутствие русского языка. Начнём с последнего. На данный момент официальной локализации на русский язык нет, разработчики её обещают, но есть перевод от фанатов, причём устанавливается он в самой игре. Заходите в игру, переходите во вкладку «Моды», здесь ищите русский перевод, просто вводите в поисковой строке «Russian», тут находите «Russian Translation», устанавливаете её и не забудьте включить, чтобы она была доступна. После этого игра станет на русском языке, правда тут несколько проблем имеется. Во-первых, переведено далеко не всё, во-вторых, шрифты становятся не такими красивыми, но что поделать. Кроме того, к сожалению, сейвы на русском у вас всё равно не будут работать, придётся начинать новую игру. Но в дальнейшем всё это видео я буду вот с этим русским модом, так что, если вы смотрите, когда уже официальная локализация вышла, то, возможно, какие-то переводы будут не такие, как в этом видео. Заранее прошу прощения. Когда вы начинаете новую игру, у вас сразу вопросы по цивилизациям и их характеристикам. Цивилизации в игре 7, отличаются они способностями, начальными технологиями, уникальными зданиями и уникальными отрядами. Здание, правда, это только святилище, то есть каким богам вначале молятся разные цивилизации. Кроме того, ещё у каждого правителя этой цивилизации, начального, будет разный архетип. Кому-то ещё может показаться, что цивилизации отличаются семьями. На самом деле, типы семей абсолютно одинаковые у всех, просто наборы отличаются. А именно, воители, охотники, меценаты, священнослужители, ремесленники, торговцы, мудрецы, наездники, политики, землевладельцы. И вроде всё. Я, по-моему, 11 насчитал. И они просто перемешаны между цивилизациями. Вы можете вот так вот попереключать и увидеть, что, например, охотники есть у Осирии, Вавилона и Персии. А политики у Карфагена, Персии и Рима. Я не берусь судить, какая из семей лучше, какая хуже. Во-первых, это зависит от вашего стиля игры. Во-вторых, я уверен, разработчики будут это всё балансировать в любом случае. Но это всё добавляет разнообразия в Old World. Внутри самой партии вы сможете выбрать только три семьи из четырёх. На самом деле, вы можете хоть одной семьёй играть или двумя. Но, по-моему, вы, во-первых, таким образом себя ограничиваете. Потому что у каждой семьи свои особенности, бонусы, которые вам помогут. А во-вторых, использование только одной семьи снижает вашу легитимность. Что такое легитимность? Вот оно, 142 в данном случае у меня. Это, собственно, ваше право на правление. Каждые 10 легитимностей добавляют один приказ. А само число легитимности добавляет отношение к вам, собственно, семей вашей империи. То есть вот у меня 142 легитимности сейчас, у Саурия Зодчева. И каждая семья за счёт этого имеет плюс 142 отношения к правителю. Есть положительное отношение от сотни до двухсот. Тогда каждый город этой семьи на 10% меньше содержания тратит. И отряды на 5% сильнее. От двухсот и выше, как видите, 20% содержания. И 10% отряды сильнее. Когда просто осторожность от 0 до 99. Нету никаких бонусов и штрафов. Ну и когда минусы в другую сторону, то это будет наоборот. Больше содержания и меньше сила армии этой семьи. Так что это очень важно всё контролировать. И это влияет на развитие. Вообще основа вашей империи это как раз приказы. И именно увеличение приказов ваша основная задача. Потому что они тратятся на всё. На передвижение юнитов. На постройки улучшений. Более того, приказ даже тратится, когда улучшения строятся. Кроме того, приказы тратятся на удержание места под основание города. Все действия ваших придворных. Канцлера, шпиона, посла. Требуют ещё больше приказов. Иногда вы можете не понимать вообще, почему у вас так мало приказов. Куда они деваются и где их ещё взять. На самом деле, в принципе, интерфейс Old World кажется перегруженным. Но, слава богу, разработчики понимают, что игроку надо объяснять всё это дело. И вам достаточно просто навести мышку на любой элемент интерфейса. И вам будет объяснено, откуда или куда деваются эти ресурсы. Вот в приказах мы видим, откуда у меня приказы идут. И куда они тратятся. Минус три здания, это как раз три рабочих строят какие-то улучшения на клетках, которые, в общем-то, и требуют приказа во время строительства. Так что не стесняйтесь наводить на любой интерфейс. И там вам везде будут описаны, куда у вас, что тот или иной элемент интерфейса делает и как это влияет на игру. Необычное развитие самих городов в Old World. Мы все привыкли, что зайдя в город, там нам надо расселять жителей, которые у нас есть, размещать их по клеткам, как во всех глобальных пошаговых стратегиях сделано. В Old World совершенно другая, уникальная, оригинальная механика. Сами по себе жители ничего не делают. Они просто типа есть. А вот чтобы они стали какой-то ресурс добывать или просто давали какой-то бонус, вам надо сначала на клетке города построить какое-то улучшение. Причем это, опять же, зависит от территории. Лесопилку вы не можете в лугах построить. Понятно, что для лесопилки нужен лес, для порта нужна вода, для бань нужна река. А городские улучшения вообще строятся только рядом с другими районами. Поэтому сначала вы рабочим строите улучшения, а потом в это улучшение уже можете посадить специалиста. Причем не бесконечное число, а по количеству жителей в вашем городе. Вот у меня в Риме всего лишь один житель, поэтому я могу только одного специалиста посадить куда-либо, и остальные места уже будут закрыты. Это, правда, не касается городских улучшений, где у каждого специалиста есть еще два повышения. Это считается все еще один житель, который просто получает повышение все выше и выше. В самом городе есть три важных показателя, которые видны в нижнем левом углу на экране города, либо просто под названием города на общей карте. Это количество свободных жителей, количество специалистов и уровень недовольства. Еще один важный показатель культура, но к этому я перейду чуть позже. Много вопросов по уровню недовольства, зачем, как вообще действует эта механика. Каждый уровень добавляет определенный штраф к производству города, а именно минус 5% к росту, к науке и плюс 5% к содержанию, а также минус 20% к отношению семьи, которой принадлежит этот город. Кроме того, переход с одного уровня на другой, например, со второго на третий уровень недовольства, сделает какое-то негативное событие. Люди мне написали, да, выхлоп от недовольства у городов уменьшается, но даже при шестом уровне недовольства играть можно спокойно. Я совершенно согласен. Это не очень опасный штраф. Но дело в том, что примерно до середины игры вы недовольство практически никак не можете уменьшить. И если бы штраф был сильно большой, то просто невозможно было бы играть. Тем не менее, это все равно серьезно влияет. И шестой уровень, это уже минус 30% к росту, к науке, плюс 30% к содержанию и минус 120% отношения семьи. Только в одном городе, а этих городов тут несколько. Еще важно понимать, что в городе нету какого-то одного ресурса для строительства чего бы то ни было. Их тут три штуки. Рост, военные очки, хотя здесь это переведено муштра, но мне больше военные очки нравятся. И цивики. Все эти ресурсы город получает со своей территории, так как вы распределили специалистов, построили улучшения. Еще обращу внимание, что улучшения сами по себе дают ресурсы. А вот для того, чтобы получить редкий ресурс, там должен все-таки быть специалист. То есть вот у меня идет здесь соль только потому, что у меня в Риме на соли сидит специалист, и он добавляет редкий ресурс соль. В случае же, например, лесопилок не обязательно сажать туда специалиста, чтобы получать дерево. Специалист только увеличит получение этого ресурса. Так вот, все вот эти ресурсы, рост, военные очки и цивики могут идти в общую копилку вашей империи, либо тратятся на производство чего-либо в городе. Так что, если у вас внезапно, например, цивиков было там плюс сто, а на следующий ход внезапно их минус стал, не удивляйтесь этому. Просто вы слишком много в городах поставили строительство именно за цивиков, за цивики. Вот, например, у меня сейчас строятся топорщики, тратят на них 29 военных очков. Специалист будет строиться за цивики. Если я сейчас переключу, поменяю их местами и начну строить лесоруба, вы увидите, что количество добавляемых общих цивиков у меня уменьшится, зато количество военных очков увеличится. Давайте это сделаем. Так и получилось. Я не хочу в видео для новичков давать какие-то глобальные стратегии развития, но мне кажется, что в World World имеет смысл специализировать города, делать какой-то город для создания военных юнитов, делать какой-то город для создания гражданских юнитов. Но производство за цивики, скорее всего, вам придется делать во всех городах. Это один из универсальных ресурсов этой игры. На что глобально тратятся эти ресурсы? Цивики тратятся на принятие законов. Каждый закон 400 цивиков, а сменить закон 600 цивиков. На некоторые действия ваших придворных, например, восстановить мир в городе 100 цивиков стоит и два приказа, обратите внимание. А отправить посла для предложения мира или перемирия будет стоить 100 цивиков и тоже два приказа, и, видимо, еще какую-то дань придется заплатить. Военные очки в глобальном плане можно потратить на покупку тех самых приказов. Один приказ стоит 100 военных очков. Как видите, здесь их еще можно покупать за деньги, но дело в том, что это происходит только при принятии закона, который здесь переведен как порча денег. В данном случае, давайте так исторически приведу пример, имеется в виду, что римские императоры стали в золотые и серебряные монеты все больше меди добавлять, и из-за этого произошла просто девальвация римской валюты. Вот это порча денег имеется в виду, хотя период, кажется, очень странный. Я бы перевел как девальвация, на самом деле. Кроме того, можно еще получить приказ за легитимность, но я бы вам очень не рекомендовал, и, кроме того, тут еще и требуется, чтобы правитель имел перк интриган. К перкам мы еще тоже дальше перейдем. Кроме того, еще интересная возможность для юнитов находиться в марше. Это тоже стоит 100 военных очков, но это влияет на один конкретный юнит. Вот смотрите, например, у меня у прачника 4 точки, значит, что он на 4 клетки может переместиться. Но вдруг мне надо дальше переместиться, и вот тут приходит на помощь маршировать. Это действует только на этот юнит. И видите, я могу продолжать. Хопа, марширую, хопа, марширую, сколько угодно. Но тут надо понимать, что вот этот каждый ход будет уже стоить 2 приказа, а не 1, как для обычных перемещений. Но такую возможность можно иметь в виду. И еще 2 важных места, куда можно потратить военные очки, это назначение полководца. Каждому юниту будет стоить 100 военных очков. Каждый полководец добавляет серьезные бонусы к армии, так что это тоже надо использовать. Только надо иметь в виду, что, назначив полководца, ход этот юнит закончит. И, кстати, назначение полководца тоже требует приказ. Тут вообще каждое действие требует хоть какой-то приказ. Просто имейте это в виду. И внимательно читайте при наведении мышки, что потребляет он приказ, не потребляет. Юнит закончит ход. И еще одно место, куда можно потратить военные очки, это повышение юнита. То есть просто получение опыта. Тут они один к одному, то есть вот тут не хватает 50 экспы до повышения юнита. Как раз 50 очков можно потратить на повышение. Первый уровень в целом требует 100 очков. Второй опыт, второй уровень опыта. 200 очков и так далее. В начале игры, кстати, очень неплохой способ получить боеспособную армию, потому что много юнитов вы все равно построить не можете из-за нехватки городов. А вот к имеющимся добавить генерала и дать хотя бы один уровень, хорошая идея для того, чтобы разбираться с варварами. Несколько вопросов было, зачем нужна религия. С помощью нее проще снижать недовольство и повышать культурные уровни. Раньше для религий была отдельная вкладка. Видимо, разработчики решили упростить интерфейс. И теперь я не могу вам показать все, что вы можете принять в религиях. Но, во-первых, в чем разница между язычеством и определенной религией? Язычество просто есть, грубо говоря, и вы можете, приняв язычество, только святилище строить. И все. Религии же вы сможете улучшать. Религиями World World являются только зароастризм, иудаизм, христианство и манихейство. И улучшать вы их можете три раза. Когда вот выберете вы религию, вы увидите теологию первого уровня, второго и третьего. В каждом уровне, вот, например, в первом уровне я могу принять мифологию, почитание или законничество. Только одно вы что-то сможете принять. Второй уровень – это уже будут другие верования. Что они дают, опять же, видите, написано при наведении мышки. Кроме того, каждый уровень позволит строить какое-то одно здание. На первом уровне – это монастырь, на втором уровне – храм, на третьем уровне – собор. Что они дают, тоже написано при наведении. Кроме того, еще и в законах можно принимать всякие интересные штуки, влияющие на храмы, монастыри, соборы. Но это в дальнейшем. Поэтому религия – это еще дополнительный слой бонусов. И, в принципе, очень неплохо попытаться ее развить. Кроме того, тут есть еще и здание для священного города каждой религии. Вот в случае зороастризма это Адур-Бурзен-Михр строится только в священном городе. И, опять же, кучу бонусов дает. Каждые 20 лет дает зороастрийского апостола, например. Для чего же нужна культура, которую я постоянно упоминаю? Это еще один параметр города, который только растет, он никак не уменьшается. Во-первых, с переходом на каждый уровень в городе будет происходить какое-либо событие. Оно будет положительное всегда, и вы сможете это как-то воспользоваться им. Вообще, события – это одна из фишек Old World. Я не буду на них подробно останавливаться. Такие текстовые квесты, мне кажется, интереснее, если вы будете сами с ними знакомиться. Это ваш ролевой отыгрыш вообще в игре. Но кроме положительных событий, каждый культурный уровень позволяет еще и строить более крутые здания. По этому поводу, кстати, я еще покажу, где посмотреть, собственно, строящиеся здания, а то это многим не очевидно. Выбирайте любого рабочего, и вот здесь, снизу, фильтры. Вот этот фильтр показывает, какие вы вообще, в принципе, на данный момент можете в этом городе построить здания. Исходя из того, какие у вас есть ресурсы, какие у вас открыты технологии, как у вас развит город и так далее, и так далее. Второй фильтр – это чудеса. То, опять же, многие не знали, где посмотреть доступные чудеса. И вот здесь уже видно, например, что каждое чудо требует определенного культурного развития города. Висячие сады требуют, чтобы у вас просто была низкая культура. Некрополь уже требует растущую культуру. Афинский Акрополь требует уже высокую культуру, как и Александрийская библиотека. Последние же чудеса требуют легендарную культуру. И это касается всех зданий. Давайте дальше пойдем по фильтрам. Вот у нас фильтр просто сельских сооружений, просто городские сооружения отдельно. Это тоже важно знать, потому что сельские строятся на ресурсах, а городские рядом с другими районами обязательно. Так вот, последняя вкладка открывает вообще все сооружения, независимо от вашего развития. И, например, вы увидите, что для каждого типа существуют три сооружения. Например, для науки требуется библиотека, академия и университет. Вы не можете построить университет без академии, а академию без библиотеки. Но для того, чтобы построить каждое следующее здание, нужен определенный культурный уровень города. Библиотеку вы не можете построить, если у вас не растущая культура. Академию вы не сможете построить, если у вас невысокая культура. Ну, а университет безлегендарный тоже не строится. За счет этого достигается баланс в развитии города. Вы можете, конечно, забить на культуру и сделать город чисто по добыче ресурсов. Это будет специализация. Почему нет? Если там много шахт, много лесопилок. Но и не стоит от него ожидать, что он будет легендарным и вы сможете какие-то крутые здания там построить. Кроме того, не стоит забывать, что в городе можно использовать губернаторов. Для этого надо построить гарнизон. А для того, чтобы его построить, надо открыть технологию верховная власть. Так что, как видите, до определенного момента вы в городах не сможете использовать губернаторов. И вообще, Old World про специализации. Не делайте все города заточенными на все. В одном городе, как я и говорил, добывайте ресурсы. В другом городе делайте армию. В третьем городе делайте гражданские юниты. В четвертом делайте деньги. И так далее, и так далее. И обращайте внимание на специализации ваших семей еще, которые влияют на эти города. Специалисты еще в городах в дальнейшем будут еще больше бонусов давать в зависимости от того, какие вы законы будете принимать. Это тоже все очень важно. Спросили меня и как правильно застраивать города. Слушайте, для этого нужен отдельный гайд. Но в принципе, вы опять же можете брать вот так рабочего и смотреть внимательно, кто на что влияет. Я, например, уже выучил, что все здания на культуру, а именно Одион, театр и амфитеатр получают соседство с деревней, городками и прочим. Вот я, видите, поставил тут деревню, и у меня планируется где-то здесь Одион. Тут, скорее всего, амфитеатр, и они будут на эти деревни влиять. Та же деревня, например, смотрите, позволяет строиться только по уровням культуры. Например, в Риме я уже могу третью деревню построить, до этого не мог. Именно благодаря тому, что Рим перешел на новый уровень культуры. Рынки и ярмарки получают соседство с портами или гаванями, как тут они называются. Библиотеки и академии бонус за соседство с ресурсами. Казармы за соседство с гарнизоном. Ну, я думаю, что со временем какие-то универсальные схемы застройки городов все-таки появятся. Но я вам просто рекомендую заранее посмотреть, какие есть соседства, их уже использовать. Обратите внимание, что при исследованиях, некоторые исследования начнут давать так называемые мгновенные бонусы карточки. Вообще, исследовать технологию вы не можете любую. Игра вам будет для начала на выбор давать три технологии из тех, которые вы можете исследовать. И вы можете там уже выбрать. В моем случае четыре, потому что я уже либо какой-то закон принял, или может у меня правитель позволяет из большего количества карточек выбирать. Но, кроме того, некоторые технологии будут давать вот такие мгновенные карточки. Например, после открытия составного лука вам может выпасть карточка на бесплатный отряд лучников. Но он не совсем бесплатный, он стоит, как видите, 200 науки. То есть вы можете потратить 200 науки, чтобы получить лучника. Правда, после этого карточка исчезнет из колоды. Она исчезнет даже если вы ее не выберете и не будете открывать. Это тоже надо иметь в виду. Ресурсы вам будут требоваться для постройки зданий и юнитов. Здесь, на данный момент, самый важный ресурс это все-таки камень. Если вы откроете у рабочего все возможные постройки, вот тут справа от постройки написано, какой ресурс требуется для нее. Как видите, камень, 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 камень. Ну, немножко дерева есть в здании. Камень, 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 камень. Вообще большинство зданий требует камень. Причем самые крутые его требуют очень много. Кроме того, на камень требуются чудеса все, требуются некоторые здания в городе самом. Ну и из юнитов, по-моему, только прачник и какой-то осадный юнит. Вот для юнитов практически камень не требуется. Но в принципе, на данный момент, не знаю уж, баланс это или просто разработчики хотят больше историчности, у вас практически всегда будет не хватать камня. На втором месте по требованиям, ну, исходя из моего опыта большого количества игр, это дерево. На третьем, пожалуй, деньги, потому что это универсальный ресурс, за счет которых вы можете купить любой другой. Потом железо, ну и еды у меня всегда почему-то завались. Обратите внимание, что каждый из этих ресурсов можно как покупать, так и продавать. Причем эти цены варьируются в зависимости от общей карты. Если ваш соперник продает ресурс, то для вас он будет дешевле стоить в следующий ход. Это тоже надо учитывать. Про качество ваших правителей и придворных, это опять же надо отдельный гайд делать. Это можно рассказывать долго и упорно. Спрашивают, откуда брать придворных. А чаще всего это просто ваша семья. То есть вначале у вас придворных будет мало. Чем больше ваша семья, тем, собственно, больше. Вот это вот все мои придворные, видите, вот они. Вот этих всех я, ну, кроме детей, дети пока не достигнут совершеннолетия, они придворными не считаются. Вот ваши придворные. Кроме того, важно понимать, что в городах губернаторами и юнитом генералов можно назначать только представителей той семьи, к которым юниты и города относятся. То есть губернатором Флоренции я могу только кого-то из семьи Клавдиев назначить. А генералом вот этому юниту, который относится к семье Фабиев, я могу кого-то только из Фабиев назначить. Это не касается семьи короля. Как видите, я могу, например, губернатором супругу царя. Собственно, самого царя я могу назначить, но только при условии, что он может быть генералом. Потому что есть некоторые перки, которые просто не позволяют быть генералом. И его супругу. Как видите, вот он, здесь царь у меня есть. Кроме того, есть просто общие великие люди, которые не относятся ни к какой семье. Они тоже универсальны, вы их тоже можете в любое место назначать. Если же великий человек придворный относится к определенной семье, то вы не сможете его назначить к юниту или в город чужой семьи. Вот пример, когда человека невозможно в генералы назначить. Гост, у него перк судья, поэтому он не может быть генералом. Он может быть только губернатором, либо в данном случае он у меня канцлером. Вы видите, он в списке генералов даже не значится. Обращайте внимание, что какие-то из ваших людей уже куда-то назначены. Вот если вот снизу есть какой-то значок, значит он уже куда-то назначен. Я даже уже по значкам могу определять, что этот и этот у меня генералы куда-то назначены. Это у меня посол, вот она сидит. И это у меня губернатор. То есть если вы их сейчас назначите сюда генералом, они уйдут со своего прошлого назначения. Вот эти два великих человека свободны. Еще раз повторю, про уникальные перки правителей можно было бы отдельно рассказывать, но мне кажется лучше просто вам читать. Вот смотрите, тут статус зодчий. Вы можете меня спросить, а как мне прочитать, что зодчий значит? Он же уходит, да? На среднюю клавишу мыши нажимаете и окошко залочивается. Вы можете навести на зодчий и прочитать, что этот титул будет давать. В данном случае это не перк, это именно что он, как его зовут за счет его действий. Перк у него строитель. Вот этот перк позволяет добавлять городские клетки, ускорять строительство и так далее. По поводу, кстати, добавления городских клеток. Любое городское сооружение или постройка специалиста в городе добавляет клетки. Например, если вы, вот здесь мы построим специалиста, вот у этой козы, да, вот здесь, то все клетки вокруг нее добавятся. В общем, это видно при наведении мышки, опять же. Нам показывают, что если тут специалист будет сделан, то добавятся вот эти клетки. Не добавляются клетки, не забираются клетки у других цивилизаций, если вы уже построите, они уже не будут добавляться. Тоже надо знать. Есть некоторые возможности покупать клетки. Это, опять же, зависит от перков ваших правителей. Есть перк правителей, что вы можете подставить, например, я стану сюда клеткой, на свободную клетку и могу ее купить, присоединить к городу. Про ускорение строительства в городе. Тут опять все написано. Вот есть несколько ускорений. Все ускорения будут добавлять несчастья, как видите. Возможность ускорять за что-либо появляется от перков правителей. Например, за военные очки может ускорять только если правитель ваш весь не губернатор, а вообще правитель вашей империи, фанатик. За деньги может ускорять священная война в государственной религии. За жителей можно ускорять при добровольной службе. За приказы правитель военачальник. Ну вот сейчас я могу ускорять за цирик и тоже какой-то перк действует на данный момент. Вообще очень не рекомендую ставить на автоматическое передвижение рабочих, скаутов и вообще любых юнитов, потому что автоматическое перемещение происходит в самом начале хода и вы можете остаться просто без приказов сразу же. Не используйте автоматическое перемещение. Любые взаимодействия с другими цивилизациями происходят через посла. Ну точнее там еще и через шпиона возможны, но это не общение, это вы уже просто там крадете технологии, открываете территории, а именно общение, взаимодействие, мир и прочее только через посла. Если вы хотите, тут уровни же есть не только мир, но и перемирие. То есть чтобы получить мир, меня вот спрашивают, почему они мир не дают. Можно им заплатить за это, может они не хотят, они считают вас слабее себя. И нафига мир заключать, если слабее? Вы можете им какую-то дань заплатить. Но обычно, если у вас уже зеленое отношение с ними, то они без всякой дани согласятся на мир. Как бы игра считает, что вы должны страдать. И во-первых, само предложение мира два хода идет, а во-вторых, стоит два приказа. И если та цивилизация отказывается, то вы потеряли, считайте, два хода, два приказа. Поэтому вы должны соотносить свои силы и предлагать им что-то. Есть возможности взаимодействовать с вашими придворными. Например, вот можем канцлера посадить в тюрьму. В данном случае это 82% на то, что это будет справедливое заточение. То есть он что-то не так делал. И за счет этого мы получим 500 монет. Правда, минус 40 отношений с семьей. Таким образом вы можете, например, деньги поднять. Но я бы канцлера не сажал, так как он неплохо выглядит по способностям. У шпионов, у мастера разведки, например, есть возможность убивать ваших придворных. Это требуется, например, если ваш наследник вам не очень нравится. А смена наследника снижает и легитимность тоже. Так что если вы его просто убьете, то, ну, благополучно убьете, то это не так повлияет на вашу легитимность. Важный вопрос про горячие клавиши был. По-моему, очень удобно сделано. Все важные горячие клавиши World World размещены на нижней линии клавиатуры. То бишь Z, X, C, V, B, N, M и так далее. Например, Z убирает всю растительность с карты, чтобы лучше было смотреть. X показывает зону контроля. Видите, вот у вражеских войск красная и у моих войск оранжевая. Чтобы проще было понимать, где зона контроля на вас будет действовать. Что такое зона контроля? Это вы, когда в нее попадаете, у вас прекращается ход. C просто показывает опасность. То есть вот эти войска будут вам опасны или нападать на вас, или на ваших юнитов. Просто чтобы было иметь в виду. V – это дороги. Почему это важно? Если вы хотя бы помните, где у вас дороги проведены, это понятно. Но в World World дорогами еще являются и реки, и моря. Причем перемещение по морям вообще занимает всего лишь один ход. Вот я могу, например, из Рима, вот с этой клеткой, где лошади, переместиться в эту клетку всего лишь за один ход. Это тоже важно помнить и использовать. А реки работают как дороги реально. И вам не надо, например, вот тут вдоль реки проводить дорогу. Вам просто надо вот, например, до пшеницы, чтобы соединить, например, Волюбилис и Рим. Мне по-хорошему надо вот тут две дороги провести, и вот тут одну. И все, города будут соединены. Так что это очень важная горячая клавиша, которая показывает вашу дорожную сеть. Желтым в данном случае отмечены потенциальные дороги, которые, типа, могут быть дорогами, но никак еще в вашу дорожную сеть не соединены. Я прошу прощения, Ви — это торговая сеть, а Бэ — это чисто дороги. Вэ — торговая сеть, значит, какие города присоединены или нет в торговую сеть. То есть мне надо, видите, этот город и этот, например, к столице соединить, чтобы считалось, что они в торговой сети. Когда они соединены в торговую сеть, вот тут появляется такая иконка снизу города. По-моему, самая главная клавиша в игре — это М, которая показывает... М, Михаил. Которая показывает как раз выхлопы в ваших городах, вот прям визуально. То есть вот вы сразу можете видеть, что у вас построено и что конкретно оно дает в городе сейчас. Просто нажимая на кнопочку М. Я пропустил Н, но это просто свободные отряды. То есть мне кажется, это... Вот это как раз не особо интересно. То есть это те отряды, которыми вы можете походить. А М, Михаил, все-таки важнее, потому что вот вы сразу можете видеть, насколько развиты ваши города. Следующая кнопка после кнопки М — это запятая. Она показывает только специалистов. То есть где у вас уже есть специалисты и что они дают. Тоже важно, чтобы не заходя в город, можно было решить, где использовать специалистов. Еще раз повторю, все эти горячие клавиши по нижней линии клавиатуры. Можете вот зайти и сразу их просто по очереди понажимать. Z, X, C, V, B, N, M и запятая. Еще меня спрашивали, на что глобально влияют характеристики придворных. Они влияют абсолютно на все. Например, вот я веду на цивики, и вы увидите, что плюс 10 владыка Гост, плюс 4 царь, плюс 2 владыка Вибий, плюс 2 царевич Децин, плюс 10 полководец Гнейминистр. Все это все придворные, как видите. И царевич тоже влияет. То есть все, кто при дворе, у вас глобально влияет на выхлопы от ваших характеристик. Кроме того, вы их размещаете в городе. Они и на город отдельно влияют этими характеристиками. Также наличие при дворе влияет и на отношения с семей. Вот, например, у меня Юлиев при дворе нету, и написано, минус 80 нет членов совета из нашей семьи. Так что старайтесь обучать наследников внимательно. Вы их можете обучать даже при помощи определенных великих людей. И это повлияет на их дальнейшие характеристики. Ну и много вопросов было, как правильно развиваться. Ребята, про это же есть, это и есть же стратегия. По-разному тут можно правильно развиваться. Тем более, что игра только вышла, и явно будут еще меняться балансы. Так что как вам играется, так и правильно развиваться. В общем случае, специализировать города, добывать сбалансированные ресурсы, воспитывать умных наследников, держать сильную армию. На этом все. Если я что-то упустил, добавляйте в комментариях. Если я не ответил на ваш вопрос, спрашивайте еще раз. Задавайте умные вопросы, получайте умные ответы. А на этом все. Раз вы досмотрели до конца, то, по-моему, имеет смысл поставить лайк этому видео. Очевидно, получилось неплохо. Ну и не забудьте, конечно, поделиться им, чтобы и другие любители Old World могли для себя почерпнуть что-то новое. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok